Всем привет, мои хорошие! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, наконец-таки мы с вами поговорим о канале Пиратская Жизнь. А то что-то я уж совсем мало стала времени им уделять, и прям-таки у меня всего лишь один видос в день. При том, что пираты выпускают чуть ли не по шесть видеороликов. Ну, знаете, по ним всем, конечно же, невозможно пробежаться, потому что это надо сутками торчать в интернете и сидеть смотреть пиратов. А смотреть-то, ребят, нечего. Бедные, несчастные, носятся потные, мокрые по рынкам, в поисках жрачки подешевле. Это ж, слушайте, надо дожиться до такого. Приехать в Таиланд, сидеть вилочкой, скрепсти эту яишенку от того, что нечего больше поесть. И денег мало, и дорого нынче всё. Вот и приходится яишенку, какие-то полугнилые овощи, которые приходится со всех сторон обрезать, вырезать, грызть. И на этом всё. И, конечно же, что нового? Спать до обеда, как Нинка сказала. Ну, ребят, смотрите, приехать в Таиланд, чтобы спать до обеда, потом прийти на море, не пойми, когда, потоптаться по воде и поохать, ахать, что они на море побывали, когда уже практически закрывают пляж и убирают лежаки. Ну, не закрывают, а лежаки убирают. Потом на дороге, вдоль дороги купить какую-то сладость, да, не пойми, у кого, с каких рук. Ну, это, знаете, такое себе удовольствие. Ну, а потом ночью искать подешевле морепродукты, чтобы опять-таки пожрать. Ужас, ребят. Как они бегали по рынку, ребят, это, правда, целый трэш. Мало того, что всё обошли, всё поснимали, всё показали, а потом, значит, начались поиски. Поиски, чтобы купить подешевле, чтобы тут же приготовили, и, главное, забить место, чтобы место было свободное и не заняли его. И бестолковые эти рассуждения, плюсы-минусы проживания в Таиланде. Ой, вот мы один раз пожили, там что-то для себя, какое-то открытие сделали. Второй раз. Но домой хочется. Хочется домой. Конечно, домой хочется, ребят. Вот если даже сравнить, да, стол их в Нижнем гораздо богаче было, чтобы поесть. Здесь Фовка наедался, а здесь без слёз невозможно смотреть, до чего докатились. В Тай прилетели, чтобы голодать. И сколько они уже там получается? Скоро уж две недели. И только открыли для себя один какой-то непонятный пляж, на котором придут, поснимают, что якобы они там находятся, и умотают. Да. Ну, конечно же, когда им находиться на пляже? Прикиньте, дрыхнут они так же, как в Нижнем. До обеда, ну, до часу это стопудово, ну, или до двух. Там пока эту яишенку пожарят, пока Фовка настругает полугнилых овощей, пока пожрут, пока видос запилят, пока видос зальют, а потом только куда-то чухают. И не успеют сходить, как уже опять жрать охота. Надо либо бегом домой бежать готовить, либо в поиске дешманской еды и какой-нибудь просрочки. И опять язык на бороду, и понеслись. Вот вам, ребят, отдых. Завидуем все, завидуем. Мы с вами так отдыхать не умеем. Да, поэтому остаётся нам только, ребят, завидовать. Ну, а по поводу её мыслей переехать в Таиланд. Ребят, она там не потянет. Да какой Таиланд? Какой Таиланд? Вот сидела бы в своём нижнем, не рыпалась, ела бы, на покровку бы выходила периодически, спар, покупала, что хотела, ела, слушайте, и в удовольствие запихивала бы в себя столько, сколько влазила. А здесь, получается, всё, лавочка жрачки закончена, поесть нечего, купить не за что. Ну, в принципе, как Нинка сказала, видать, уже зарплату получила, сказала, что уж, ну что, раз мы тут якобы на месяц, можно не экономить. Ну-ну, посмотрим, как пиратка будет не экономить. Кстати, зарплата должна уже прийти всем, ну, я лично получила. Значит, ждём, когда Нина будет нам хвастаться, какая она богатая и какая она успешная, и как она может себе всё позволить. Особенно носочки для Фофочки. Ребят, жесть, когда Нинка сказала, что надо Фофе такие носочки купить, да, и себе какой-нибудь там парео или чё безразмерное, да. И Фофе носочки. Спрашивается, зачем ему носочки, когда он в воду не ходит, когда он воды боится, как огня, когда он остаётся на берегу и только пальчиком тыкает в телефон. Зачем ему носочки? Наверное, чтобы до моря, что ли, дойти и Нинку покараулить, чтобы её никто не украл. Дальше приветики. Она там Кривенко передавала, да, что Кривенко тоже домой хочет, и Нинка хочет домой. Прям патриоты-патриоты своей родины, да. Слушайте, пиратка к кому только не цеплялась она, и про Судакову вспоминала, про маму-отличника. Ей так хотелось всеобщего внимания, чтобы на неё хоть кто-то обратил внимание. Ну, а тут Женька Кривенко. Только вот не нужна пиратка ему. Если бы где-нибудь они случайным образом пересеклись и встретились, он бы стороной её обходил. Вот, ребят, правда, сто процентов. Я более чем уверена. Хотя, если вспоминать, знаете, Кривенко и Судакову, но Судакова всё равно для меня как-то, ну, поприличнее, чем пиратка. Хотя, ну, приличным там не пахнет, но всё же, если сравнивать, то что-то он как-то не побрезговал с Судаковой. Но у Нинки есть фовка, поэтому здесь уже чужое не трогать. А хотя, мне кажется, он себя уважает для того, чтобы вот встречаться с такими проходимцами, да, и ещё с ними иметь какие-то дела. Поэтому пиратка, она фантазирует, какие-то иллюзии себе строит, что то тот на неё обратил внимание, то тот ей просто так хочется, так хочется прославиться, но ничего не получается. Не получаются и танцы, и тряски, и обжорство, и Таиланд. Ничего не помогает, ничего не помогает. И ничто не поднимает так просмотры, как развод с фовкой. Но и здесь Нинка его отменила. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И буду на этом с вами прощаться, заканчивать свой такой кратенький, совсем кратенький, ребят, обзор, чтобы просто не оставлять без внимания пиратов. Ну, в принципе, там и смотреть особо нечего. Обнимаю вас всех, мои хорошие. Пока-пока. До новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok